Уверены, органы местной власти будут не угостить следовать конституционным законам и указам президента России. Август 91-го. Флаг России возвращается на свое историческое место. По всей стране проходят митинги. Алые полотнища заменяют трехцветные стяги, ставшие символом нового времени. Сегодня триколор один из главных символов страны. Флаги Российской Федерации гордо развиваются на зданиях органов государственной власти. И особое внимание к этому символу в дни государственных праздников, число в которые входит день рождения российского флага. Торжества и народные гуляния под бело-сине-красными полотнищами в этот день проходят по всей стране. Книги, брошюры и, конечно же, сам символ государства – российский флаг. В детской политнической библиотеке для читателей мини-экскурс в историю российского флага. Среди слушателей и взрослые, и дети. Любой гражданин, живущий в своей стране, должен знать главные символы своего государства. Герб, гимн и флаг. Тем более, что в нашем государстве флаг с древних времен существует. Он по-разному виду изменялся. И вот теперь уже на протяжении многих веков он приобрел именно такую окраску – белый, синий, красный. Что такое флаг? История его возникновения и почему такой порядок цветов? На эти вопросы должен знать ответ каждый, добавляют сотрудники библиотеки. А это уже мастерская, где за один день выпускают сотни флагов. Только за это утро мастерицы изготовили 50 штук. На этом станке при высокой температуре под прессом переносится изображение с бумаги на ткань. В нашем случае – триколор. Процесс сублимации позволяет входить чернилам в состав ткани. Что, соответственно, удлиняет их техническую службу. Они, благодаря ткани, выдерживают ветровые нагрузки. Благодаря сублимационным чернилам и процессу выдерживают нагрузку ультрафиолета. Что очень немаловажно в наших рейнбургских условиях, где у нас постоянно солнце и витра. Затем с изделием работают швеи. В этот момент нужно быть особенно внимательным. Шов должен быть ровным и гладким. Рассказывает Елена Моисеева. Она работает в мастерской 13 лет. За это время шила более 2000 триколоров. Вспоминает, самый большой флаг изготовили для спортивного мероприятия. Российские мы шили где-то 6 на 12. Мы соединяли это из нескольких полотен. У нас даже пресс был не такой, а поменьше. У нас первый пресс был. То есть и состыковывали мы их. И ткань состыковывали, и бумагу состыковывали. Ну, то есть, ну, самим даже интересно, можно сказать, было. Только на стадионе выносили его. В итоге получается вот такой флаг. Размеры и крепления на выбор. В среднем работа занимает 15 минут. Отправляется заказчику, и только после триколор гордо развивается над зданием. Для Рабусева Владислав Горбунов и Семен Воробьев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова